Ну, я бы не сказал, что происходят какие-то очень значительные события во внутриполитической жизни у нас. По-прежнему, некоторая есть турбулентность во внутренней политике, связанная с тем, что нынешние власти, пришедшие к власти в результате революции, то есть, если считать от выборов парламента, то это уже больше года прошло, если считать от, собственно, революционных событий, то полтора года даже больше, да. Ну, вот продолжается какая-то вялая текущая борьба с старыми унастями, по крайней мере, риторика об этом все время раздается, продолжаются какие-то, ну, из стакана воды, как это называется, да, когда дискуссия таких дородилась, сражения с старыми, а сказать, чтобы какие-то серьезные изменения происходят, собственно, внутри партии власти, я не имею в виду им кальт, да, я имею в виду партию власти как таковую, то есть, вот то сочетание чиновников государства, в случае, по комментариях, которые находятся у нас при власти, ну, в общем, пока невозможно, мне, по крайней мере. Более-менее ситуация остается такой, какой она есть, на уровне партии власти, и я не вижу серьезной сформированной оппозиционной силы тоже. Есть различные оппозиционные группы, но они в основном существуют в дискуссиях, это группы, сажительно, небольшие, они не могут фактически объединиться, их так немного, что даже объединившись, они тоже серьезную силу представляют из себя, в ряде смогут, по крайней мере, сейчас, то есть, у нас пришло, приходит к восстановлению той политической системы, которая была, полуторапартийная система, это называется, в политологии, то есть, одна политическая партия или политическая сила, которая имеет возможность принимать все решения, и остальные, как в парламенте, так и за его пределами, которые имеют возможность критиковать эту систему, с тем или иным степенью успеха, но влиять на принятие решений.